Давайте приступать к занятию. У нас с вами новая тема, очень интересная тема, большая на самом деле. И говорить мы по этой теме будем очень-очень долго. Сегодня, собственно говоря, большое вступительное занятие и по грамматике, и по морфологии. Но для того, чтобы мы перешли непосредственно к занятию, я хотела, чтобы мы с вами разобрались с тем предложением, которое в прошлый раз вызвало недопонимание и затруднение. Я хотела бы, чтобы вы все-таки поняли мою мысль, поняли каламбур, о котором мы говорили. Вспоминайте, пожалуйста, было у нас такое предложение, как фруктовые деревья нуждаются в профессиональном уходе, и тут нельзя кустарничать. И у нас слово кустарничать вызвало недопонимание значений. Я вот еще раз тогда выписала все значения, основные значения из разных словарей толковых, и заодно мы извлечем много пользы из этого. Значит, в любом толковом словаре однозначно вы получаете максимум информации про то слово, с которым работаете, которым интересуетесь. Вот эти вот слова, которые стоят рядом, кусочки слов, они указывают, как изменяться может это слово. В данном случае оно показывает, что это глагол, который может изменяться по лицам. Дальше стоит несовершенный вид. В скобочках стоит, что чаще всего это сфера употребления того или иного слова. В данном случае это разговорный язык. Что же обозначает слово кустарничать? Быть кустарем, заниматься кустарным промыслом, то есть каким-то небольшим, своим собственным. Ну, естественно, конечно же, не уникальным, но тем не менее, небольшой промысел. Заниматься кустарщиной, то есть все-таки непрофессионально заниматься чем-то. Это говорит нам толковый словарь Ожегова. Другие словари, большой толковый словарь русских глаголов, он поясняет это слово гораздо шире. Работать на дому, чаще всего в одиночку, производя какую-то несложную в техническом отношении информацию. Не информацию, простите, пожалуйста, продукцию. Не фабричным способом, естественно, простыми инструментами, самодельными какими-то техническими средствами. Быть кустарем, заниматься кустарным промыслом и делать что-то примитивным способом, не искусно грубо. Так вот, то выражение, о котором мы с вами говорили, фруктовые деревья требуют профессионального ухода и нельзя заниматься кустарничеством, там шла речь как раз-таки нельзя заниматься не с профессиональным уходом за деревьями. Игра слов в результате приводила к недопониманию, к такому своеобразному каламбуру. Итак, возвращаемся к нашей грамматике, к морфологии. Грамматика как таковая, это очень серьезная наука, очень большая, очень большой раздел, который посвящается именно словоизменению, строению слов, словосочетаниям, даже предложениям. И она подразделяется на две тоже большие науки. Это синтаксис, который изучает построение словосочетаний и построение предложений самого разного типа. То есть, когда мы дойдем до синтаксиса, вы будете понимать, что это тоже грамматика. И посмотрите, как много на самом-то деле входит в это явление. И подробнее мы начинаем говорить тоже о большой науке, которая называется морфология. Морфология – это учение о слове. То есть здесь мы будем изучать только слова, но слова с другой точки зрения, не с точки зрения лексического значения и сферы употребления их, а о том, как эти слова изменяются, что они выражают, и о частях речи, как они развиваются. Итак, морфология части речи. Части речи, собственно говоря, представляете, все наши 150 тысяч слов современного русского языка нужно как-то градуировать для того, чтобы их можно было легче понимать, легче толковать, подбирать, оперировать. И поэтому их разделили по способности обозначения. Что они обозначают? Что они обозначают? Предмет, действие, признак предмета или признак действия и так далее. То есть по своему лексическому значению. Потом второй был критерий для того, чтобы разделить эти все 150 тысяч слов. Во-первых, по их признакам, то есть нарицательные, например, или собственные. Что это? Глагол, обозначающий прошедшее время или глагол, обозначающий настоящее время. Глаголы совершенного вида или несовершенного вида и так далее. Но это мы сейчас говорим про существительные или про глаголы. И третий параметр, который был очень важен для определения части речи, это функции в предложении. То есть какое значение они выполняют в предложении. И вот с этой точки зрения все части речи у нас могут быть самостоятельными и служебными. Самостоятельные части речи это такие части речи, которые при употреблении отдельного слова их значение все равно понятно. Например, смотрите, если я скажу «прекрасный», значение самого слова вы все равно в общем представляете. Конечно, требуется контекст, требуется предложение для уточнения этого лексического значения, но само слово все равно для вас понятно. А если я скажу, например, слово «по», то даже, собственно говоря, лексического значения вы не поймете. Или я скажу, например, слово «не». Вот что это значит? Непонятно, да? То есть с этой точки зрения вот самостоятельные, они в отдельном употреблении частично понятны. Служебные – непонятны. Другая цель у служебных – обслуживать как раз-таки самостоятельные, поэтому их так и называются – служебные. В отдельную группу, то есть совсем отдельно, выделяются модальные слова, междометия и звукоподражательные слова. На следующем занятии мы будем говорить сначала о самостоятельных частях речи, очень подробно расскажем про каждую, потом про служебные, потом поговорим про междометия, а сегодня у нас останутся предметом нашего разговора модальные слова и звукоподражательные слова. Так, пока расскажу, пока исправляет нам техническую ошибку, что-то все не очень хорошо идет. Ну, бывает, несмотря на наши с вами достижения цивилизации. Я хочу сказать, что предложат вам русского медвежонка, мне тоже очень понравились задания в этом году. Я отправила задания не 2021 года, а 2018, потому что в открытом доступе, конечно же, новых заданий нет, не может быть. Пока идет игра, пока проверяют задания. Поэтому 2018 года посмотрите. Отправила, по-моему, задания с 5 по 11 класс. Порешайте там разные, получите удовольствие. Ну и пока все у нас налаживается, я хочу рассказать, что буквально вчера, знаете, услышала такой, вернее, услышала, прочитала такую информацию, что издали словарь новых заимствованных слов, такой шутливый словарь коронавирусной эпохи. И оказывается, последние два года принесли русскому языку 3,5 тысячи заимствованных слов. И среди них, конечно же, есть слова, которые образовались только в русском языке. Понятное дело, что ковид как таковое слово заимствованное, но оно очень быстро ассимилировалось в нашем языке, и от него произошли исконно русские слова. Например, слово ковидный, поскольку слово ковид, это заимствованное слово, но к нему добавили русский суффикс н от прилагательного, и получилось слово ковидный. Это прилагательное, оно будет уже считаться исконно русским словом. Но, естественно, конечно, всякие разные, знаете, например, оказывается, появилось слово подбородочник, это тот человек, который носит маску на подбородке, и подносник, это тот человек, который носит маску именно на носу. Но, естественно, появились такие слова, как антиваксеры, это тоже уже, собственно, исконное русское слово, потому что есть слово вакцинация, это слово заимствованное, но его обрезали, добавили заимствованную, конечно же, приставку анти, противоположную, и использовали слово суффикс ер, которое обозначает у нас принадлежность к мужскому роду, мужскому полу, например, слова там стажер, танцор, дирижер, и у нас получилось красивое, интересное слово антиваксер, и так далее. Вот такую вот вещь я вчера услышала, узнала, понаблюдать, конечно, за этим процессом вхождения новых слов в русский язык очень интересно на самом-то деле. Тоже говорили о том, сколько слов обычно приходит. Обычно в русский язык приходит где-то 500 слов в год, а здесь 3500. Конечно, вот этот поток заимствований отчасти и угрожает лексическому составу русского языка. Другое дело, что мы как носители можем повлиять на этот процесс следующим образом. То есть если слово не употребляется нами очень часто, то оно, конечно же, не приживется у нас в языке. То есть побудет какое-то слово, побудет какое-то время и уйдет. А если слово будет нами очень часто употребляться, то оно и останется. Оно и остаться тоже может в разном виде. Мы уже с вами говорили, слово жюри живет в нашем языке достаточно давно, но до сих пор еще ощущается его заимствованность, потому что оно не образует от себя новых слов. А вот слово компьютер, точно так же, как и ковид, очень прекрасно прижились в нашем языке, ассимилировались и уже даже не ощущаются как заимствованными. Хотя, например, конечно, слово ковид еще пока ощущается, его новизна. Но я так думаю. Итак, мы про морфологию. Значит, про самостоятельное и служебное. И предметом нашего разговора станут, конечно, сегодня не все части речи, а несколько разрядов, ну, наиболее маленьких, наверное. Так, самостоятельные части речи. Значит, еще раз смотрите. Они однозначно указывают на предметы, качество, количество, действия или состояние. Вместоимение, например, указывают на некоторые явления, но не называют их. Естественно, они могут употребляться в речи, иметь какие-то и лексические, и грамматические значения. И, естественно, у них есть какая-то синтаксическая роль. И на данный момент, смотрите, по количеству самостоятельных частей речи лингвисты ведут очень долгие дискуссии и однозначно пока не могут подойти к решению этой проблемы. В результате мы с вами должны знать, ну, не обязательно прям вот на уровне таблицы умножения, но как бы иметь в виду, что такое может быть. Одни лингвисты считают, что у нас самостоятельных частей речи 7, другие считают 9. С чем это связано? Ну, самые бесспорные части речи самостоятельно, это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, моречие и категория состояния. Здесь вопросов нет никаких. Вопрос вызывает две части речи, это причастие идеи причастия. То есть это связано с их происхождением. Дело в том, что причастие образовалось на стыке прилагательного и глагола, и у него есть признаки и прилагательного, и глагола. И поэтому кто-то считает, что это самостоятельная часть речи, даже вне зависимости от того, как она образовалась. А другие рассматривают ее как форму глагола. И еще одна часть речи – это диепричастие. Это тоже продукт существования двух частей речи – это глагола и наречие. И то же самое история. Одни считают, что это самостоятельная часть речи, другие говорят, что это форма глагола. Но в любом случае вы должны знать девять слов, но имейте в виду, что причастие рассматривают некоторые как форму глагола, другие рассматривают как самостоятельную часть речи. Мы в любом случае будем рассматривать и причастие, и идеи причастия, и мешать изучению этих явлений, нисколько не мешает их сам статус в частях речи. Служебные части речи лишены номинативной функции, мы с вами уже говорили. То есть невозможно по употреблению только этих частей речи понять, что они обозначают, как они употребляются в предложении, какими признаками они обладают. У служебных частей речи есть разные функции. Например, предлоги помогают осуществлять связь слов между собой. Союзы помогают осуществлять связь слов между предложениями или между однородными членами предложения. Для выражения эмоциональных оттенков речи или для выражения определенной формы, например, наклонения или степени сравнения служат частицы. Это служебные части речи. И вот я вам привела пример. Вот если я скажу просто слово будто, будет ли понятно его значение? О чем идет речь? Что я имею в виду? Здесь не просто требуется контекст, хотя бы одно слово. Здесь однозначно требуется целое предложение, и там очень нужно всматриваться, вчитываться, понимать, какое значение будет придавать в целом предложении этот союз. Вот предлог связи, он состоит из целых трех слов, но его лексическое значение просто так мы тоже не можем определить. Вот частица даже. Эта частица, да, она смысловая, но без контекста она непонятна. Это примеры служебных частей речи. А мы с вами будем говорить о частях речи, которые не входят ни в служебные и ни в самостоятельные. Модальные слова, смотрите, они выражают для, они служат для выражения оценки происходящего, происходящей информации в предложении. И они сами по разряду могут быть вопросительные, утвердительные, предположительные и отрицательные. Междометия, они выражают определенные чувства, но не называют их. Это вот самые простые, которые я вам привела. Или они, скажем так, помогают волю выражать, скажем, повелительные какие-то явления. Но это тоже не ограничивается. Подробнее мы будем говорить отдельно, на отдельном занятии об этом. И мы сегодня будем еще говорить о звукоподражательных словах. Естественно, это слова, которые передают звуки и природы, и человека. И как они функционируют в нашей речи, мы как раз-таки поговорим подробно. Итак, модальные слова. Обстоятельства, верно, вас разлучили. Вот, верно, в данном случае это будет модальное слово. Потому что оно выражает мое предположение к той информации, которую я услышала и которую я произношу. То есть она помогает точнее говорящим или слушающим определить, какие чувства я испытываю. Но напрямую вот это слово не связано с значением всего контекста. То есть я могу поменять предложение и оставить свое ощущение в этого предположении. Поэтому его называют модальным словом. То есть оно в само предложение, в контекст самого предложения не входит, не будет входить. Они не являются членами предложения однозначно. И грамматически я только что вам показала, что не связано с остальными словами. То есть, собственно говоря, вклинивается в информацию предложения, оставаясь при этом самостоятельным, чужеродным элементом. Единственное, что несет, конечно, дополнительную информацию о моих чувствах, о моих ощущениях, о моем отношении к той информации, которую говорю. Как они могут употребляться? Они могут входить в само предложение в виде вводного слова. Вам до меня, конечно, нет никакого дела. Вот здесь в данном случае модальное слово обозначает мою уверенность. Я уверена в том, что вам до меня нет никакого дела. Я эту уверенность выражаю вербально. То есть не только чувствую, не только интонации передаю, но и с помощью оформления в слове. И, конечно, они могут употребляться сами по себе, вне контекста, вне предложения. В таком случае говорят, что это слова-предложение. Вы купите эту книгу? Безусловно. То есть это мое отношение. Здесь даже не требуется, безусловно, да. Вот, потому что да, само отношение говорит о том, что я именно так и поступлю. С точки зрения происхождения модальных слов, конечно, получается так, что они могут происходить из разных частей речи. Абсолютно из разных. Посмотрите, без сомнения, это бывшее существительное. Поистине это наречие. Правда в данном случае была существительным. Могут быть глаголами в прошлом, кажется, пожалуй. Могут быть наречиями, вероятно, конечно, видно. Но очень важно, какую роль, какую функцию они сейчас несут. То есть, естественно, у нас есть существительные сейчас, да, в речи, без сомнений. Есть такое. Я поступил так, без сомнений. То есть я не сомневался в своем поступке. Правда режет глаза. Вот в этом выражении у нас нет моего отношения. Здесь не выражается никакое мое отношение. Здесь действительно есть предмет. Предмет правда, оно выполняет действие, но режет. Другое дело, что не в прямом значении, а в переносном. Но, тем не менее, в данном случае правда будет не модальным словом, но будет именем существительным, да еще и подлежащим. И вот эти нюансы надо и ощущать, и, конечно же, знать, что у нас все сложно, но разобраться можно. Что они могут обозначать? Я имею в виду модальные слова, как вводные слова. Они чаще всего оценивают происходящее. Это действительно, это безусловно, несомненно. Действительно, Соня в своем воздушном розовом платьице, применяя его, лежала ничком на сундуке и, закрыв лицо пальчиками, на взрыв плакал. То есть это происходило, да, в реальности было так и было. И в данном случае это вводное слово, следовательно, оно будет модальным словом, оно выражает мою оценку существования этого процесса. Вот все, что было в этом предложении. Следующее – это вероятность. Разная степень достоверности, разная степень вероятности. Возможно, это произойдет или не произойдет, да. Вот, наверное, да, видимо, по-видимому, кажется, да, пожалуй. Вот здесь стопроцентная уверенность, что было именно так, как говорится в предложении, у нас нет. Вы верно, недавно на Кавказе, да. То есть я предполагаю, что вы на Кавказе недавно. И я оформляю это не просто в вопрос, а еще и добавляю само слово модальное. И вот смотрите, да, глухарь вдруг перестал играть и молчать. Он молчал, должно быть, минут 10. Это я предполагаю. Сколько он молчал, может быть, 8 или 15 минут. Ну вот, по моим ощущениям, это где-то должно быть 10 минут. Вот должно быть, я предполагаю. Это вот, да, слово с точки зрения части речи модальное. Относят также сюда эмоциональное отношение к фактам действительности. То есть с помощью чего я еще могу выразить свое отношение к огорчению, к удивлению, к несчастью. То есть если не просто кажется, да, не просто безусловно, когда не называешь само чувство, мы понимаем само чувство, да. Иногда бывает так, вот требуется назвать это чувство, которое я испытываю. Найденов к изумлению нагульного. Вот здесь к изумлению это будет модальным словом. Слова со значением пояснения. С частности, впрочем, кстати и так далее. Да, вот смотрите предложение. Присмотритесь, выберите себе дело по вкусу и обещаю вам учесть ваши склонности. Кстати, этих склонностей мы пока не знаем. Да, вот это вот попутное замечание, пояснение, вот, оформляется с помощью модального слова. В данном случае оно тоже будет считаться вводным, поэтому знаки препинания однозначно обязательны. Ну и слово «кстати» предпочтительно, чтобы употреблялось в начале предложения. Либо в начале, либо в конце, но все-таки вот при позиции, да, в начале предложения, она предпочтительнее. Естественно, модальными словами будут слова, ранжирующие наши тексты или наши рассуждения, расставляющие предложения в определенный порядок. И, естественно, слова, завершающие это рассуждение, подводящие итоги. Соответственно, все слова типа «во-первых», «вторых», «третьих», «пятых», «десятых», да, они чаще всего должны завершать текст. Вот, я сейчас скажу сформулированную мысль точнее. То есть они ранжируют текст, помогают ранжировать предложение, явление, да. А когда вы завершаете текст своего рассуждения, лучше употреблять такие выражения. Итак, значит, следовательно, таким образом. Это модальные слова, которые помогают подвести итог вашего рассуждения, да, и они показывают говорящему или читающему, что там будет, собственно говоря, главная мысль или вывод всего текста. А вот эти слова, во-первых, во-вторых, они показывают нам вашу аргументацию. Ну и заодно так попутно скажу, что, смотрите, когда вы ранжируете текст, ранжируете аргументы свои, их обязательно нужно ранжировать по степени убедительности. То есть, смотрите, самые основные, да, такие вот, простите за выражение, убойные, да, такие вот самые прозрачные, самые убедительные аргументы должны стоять на первой позиции, первый, второй, третий. И, опять-таки, по степени уменьшения признака, вот. А аргументы, которые уточняют, да, вашу позицию или ваше мнение, да, учитывают уже какие-то детали, они должны стоять на остальных позициях после первого, второго и третьего. Количество аргументов, конечно, тоже значимо. Если у вас, например, два аргумента, но они очень убедительные, то этого, в принципе, вполне достаточно. Но если у вас два каких-то, знаете, неоднозначных аргумента, то тогда будет говорить о том, что, ну, недостаточно доказательно ваша база, ваш вывод не обоснован. Вот, поэтому, если два замечательных, убедительных аргумента, то на этом можно остановиться. Если у вас есть ряд мелких, не очень убедительных, то тогда надо подробнее рассматривать. Так, модальные слова напротив, наоборот и однако, они помогают вам оформить предложения или куски текста в противопоставлении. Это тоже вводные слова, но значение у них такое же остается. Ну и обратите внимание, вот, например, во-первых, во-вторых, в-третьих, в-десятых, это будут только модальные слова, за исключением таких предложений или таких ситуаций, когда вот в первых классах прошел праздник, здесь нет эффекта ранжирования, здесь рассказывается про первые классы, и именно в них прошло какое-то мероприятие. То же самое. Во вторых классах состоялось, например, родительское собрание. Вот, и мы понимаем, что опять ранжирования никакого нет, речь идет о классах. Вот в третьих рядах я вижу людей определенной национальности. Речь идет не о ранжировании, а о порядковом числительном. И здесь, конечно же, это будут не модальные слова, а слова в их исходном значении, это и самостоятельные части речи, и служебные, в смысле, предлог в. Вот, то есть в каждом случае нужно рассматривать, какую функцию несут эти слова. Вот в данном случае, смотрите, способ оформления мыслей. Дядя заменил мне собой отца, воспитывал меня на свой счет, и словом, вот это будет модальное слово, то есть как бы подвожу итог, вкратце сообщаю, не вдаюсь в подробности, сделаю для меня то, что не всегда сделает родной отец. Вот теперь попробуйте потренироваться в свете того, что я вам сказала. Я предлагаю вам 10 предложений попарно. Выделенные слова в одной из двух предложений будут модальными, а в другом предложении будут какой-то самостоятельной частью речи. Давайте я попробую сформулировать задание так, чтобы вам легче было ответить. В первой паре предложений какое слово будет модальным? В первом предложении или во втором? То есть вам достаточно написать цифру. Так, молодцы, один ответ есть. Отлично, молодцы. Прекрасное языковое чутье, совершенно верно, да. В первом предложении есть модальное слово, которое выражает наше предположение. Теперь давайте смотреть. Слово «однако» оно тоже не всегда модальное. Бывает модальным, но бывает на служебной части речи союзом, который легко заменяется на союз. Но попробуйте поискать, в каком предложении, в третьем или в четвертом, есть у нас модальное слово. Да, отлично, прекрасно, конечно. Не забудьте, если это служебная часть речи, то тогда можно заменить на союз «но». И запятая после слова «однако» тогда будет не нужна. А если это модальное слово, то, конечно, две запятые вокруг однозначно должны быть. Со следующей парой предложений в реальной жизни очень тяжело, очень трудно. Надо учитывать массу нюансов и лексических значений. Вопрос остается тот же самый. В каком предложении, в пятом или шестом, у нас употребляется модальное слово? Да, молодцы, просто прекрасно. И обратите внимание, вот если наконец это самостоятельная часть речи, это наречие, то тогда оно должно обозначать завершение происходящего. То есть что-то длилось очень долго и закончилось. Вот тогда это наконец, и это будет наречие. Да, молодцы. Тот же самый вопрос. В седьмом или восьмом у нас есть модальное слово завершение. Еще кто-нибудь? Полина прямо вот молодец. В седьмом однозначно, да, в седьмом. И посмотрите, перед тем, что слово значит, очень часто является модальным словом, но оно таким не является всегда. То есть оно может входить в состав сказуемого, значит неизмеримо больше. И если его выбираем из предложения, и предложение теряет смысл, мы должны тогда понимать, что это точно не модальное слово, а слово, глагол, входящее в состав сказуемого. Ну и последняя пара, девятое и десятое, мы снова ищем модальное слово. Да, молодцы, конечно же, да. Десятое. Со словом тоже кажется, не так все просто, не все однозначно. Смотрите, дело в том, что сам по себе глагол казаться, он предполагает наши сомнения в происходящем. Ты мне показался. Вот в этом предложении речь идет о том, что я сомневаюсь, что кто-то был, и что кто-то был именно ты. Вот ты мне показался. Речь идет о твоем наличии. Я не поняла, был ли ты или не был. Или вот другое предложение. Лодка показалась мне синей. Здесь речь идет уже не о том, что лодка мне показалась. Я не сомневаюсь в присутствии лодки. Я не в ней сомневаюсь. Я сомневаюсь в ее цвете. Лодка мне показалась именно синей. И тогда здесь уже тоже это самостоятельная часть речи, сказуемая будет показалась мне синей, и это однозначно не модальное слово. А вот в десятом предложении, которое у вас здесь переведено, совершенно справедливо кажется, это будет модальным словом, потому что мы его спокойно убираем из предложения, и предложение будет иметь смысл самостоятельный. И здесь это слово кажется, это мои сомнения, в принципе, во всей информации, которая здесь указана. Да, вы обладаете языковым чутьем, вы молодцы, давайте будем говорить дальше. Так, немножко про междометия, что бы имели в виду, потому что отдельно о них мы будем говорить. Не называя конкретно чувства или волеизъявления, указывают на них междометия. Ну, например, тьфу, недовольство, да, айда, то есть мы пойдем вместе со мной, спасибо, до свидания, это однозначно междометие. Вот, ну и смотрите, предложение привела, быстро марш отсюда. В данном случае междометие марш даже, скажем так, перешло в глагол, является здесь сказуемым, вот, то есть вошло в структуру самого предложения. Батюшки воскликнула взволнованная мать, несмотря на то, что здесь, в принципе, предложение осуществляется, но у нас речь матери состоит только из одного междометия батюшки, и здесь это не имя существительное, она не обращается ни к папу, скажем так, да, не обращается ни к своему батюшке, а это ее возглас, восклицание, поэтому это ее удивление, поэтому однозначно это будет только междометие. Про звукоподражательные слова. Предлагаю, смотрите текст, зачем они нам нужны, для чего мы их можем использовать, поэтому нашла такой текст, мне очень понравился, и мы можем, наверное, с помощью этого текста поговорить о назначении и употреблении звукоподражательных слов нашей речи. Оставляю вас буквально там на 15 секунд для того, чтобы вы могли познакомиться с самим текстом. Ну, я надеюсь, что вы пробежали глазками текст. И посмотрите, получается, звукоподражательные слова помогают нам описать картину, в которой оказался герой, да, то есть вот для того, чтобы четко мы могли представлять, что же он слышит, что же он видит, да, какие звуки ему доступны, как раз это и описывают звукоподражательные слова. Но я говорю, что не всегда вот именно вот в таком варианте, да, что вот так подробно, но тем не менее звукоподражательные слова, конечно же, нам тоже нужны. Они не выражают, смотрите, определённых чувств, они не выражают точно никаких побуждений к действиям. Ну, какое действие может быть, какое может быть побуждение в словах типа «кря-кря» или «мяу», да, или «топ-топ». Нет, никаких ни чувств, ни побуждений точно здесь нет, поэтому это отдельная группа слов. Какими же они бывают, да, по группам? Ну, учить, конечно, это нет необходимости, но просто имейте в виду, что они могут передавать звуки животных и птиц. «В поганом ручье гусь явственно произнёс кваква». «Мы лежим, мы лежим на жёлтой площадке, воробье чекчирик». Сказать «воробье чирикают» ну, как бы хорошо, но не совсем точно, да. А вот «воробье чекчирик» и всё, сразу становится понятно, как именно они перекликаются между собой. Звукоподражательные слова могут передавать раскаты грома, ну, в данном случае «трах, тах, тах» – это необязательно раскат грома, это же может быть и звук выстрела, да. Точно так же «ооо, это не о завывании в йоге», а может быть и ещё какой-то процесс, то есть мы должны понимать это в контексте. Но «динь-динь» – здесь более однозначное звукоподражательное слово. Чаще всего говорят так про звук, про колокольчик. Вот, например, смотрите, бум, раздалось в эту минуту, и мы понимаем, что что-то там где-то упало, да, это звук падающего предмета. Я это смеюсь, а она смотрю пых-пых, да, и вспламенела. В данном случае вот это звукоподражательное слово пых-пых показывает нам, что какой-то предмет воспламенился, даже сгорел. Естественно, звукоподражательные слова наши, типа апчхи, разные варианты смеха. Вот, ну и, естественно, могут еще обозначать звуки падающих предметов или звуки, которые издают предмет. Самое удивительное, что от звукоподражательных слов очень часто образуются глаголы. Несколько примеров привела, но это далеко не все, на самом-то деле вы все, наверное, с ними знакомы или слышали. Ну, если даже не обращали внимания, то надеюсь, что после сегодняшнего дня будете обращать внимание. Мяукать или мяукнуть, суффиксальным способом образовался этот глагол. Гавкать, гавкнуть тоже. Обратите внимание, гавкать постоянно, длительно гавкнуть один раз. То есть суффикс, но он у нас как раз-таки показатель разового действия. Вот, привела несколько примеров, не так все просто. Попробуйте определить, всегда ли это будут звукоподражательные слова. Здесь есть и даже междометия. В первом предложении давайте подумаем. Вот это слово в какую часть речи перешло? Давайте тогда подскажу. Смотрите, проблема решается очень просто. Убрали это слово и по смыслу, какого слова здесь не будет хватать, чтобы смысл предложения сохранился. Если мы его уберем, то какое слово надо вставить? Кто догадался? Да, совершенно верно. А какой глагол? Какой глагол будет подходить по смыслу в это слово? В это предложение? Да, упал. Конечно, совершенно верно. И получается, смотрите, в данном случае звукоподражательное слово «бух» выступает в роли глагола. Да, упал. То же самое, смотрите, шасть. На какую часть речи мы можем заменить? На какое слово можем заменить? Давайте тогда не буду ждать, подскажу. Конечно, ко мне вечером этот Рогов либо прибежал, либо проскочил. Но посмотрите, как вот это слово «шасть» точнее передает происходящий процесс. Вот прибежал, да, перебежал, проскочил. Это как бы вроде бы как долговато. А вот это слово «шасть» показывает нам, как молниеносно это произошло и незаметно. То же самое, смотрите, с третьим предложением. Незаряженные гранаты, теркин немца, с левой руки шляк. Мы можем, конечно, сказать, что ударил. Но слово «ударил», оно так полисинично, да, то есть таким широким спектром значений обладает. А вот слово «шмяк» нам показывает, что это произошло очень быстро, очень сильно и, самое главное, эффективно. И вот в данном случае звукоподражательное слово перешло в глагол. Такое может быть, да. Ах, легче тени, Татьяна прыг в крутые сени. Вот это вот «ах», это будет неждаметие. А в данном случае прыг, да, это и звукоподражание. И вы все прекрасно знакомы с глаголом, который произошел отсюда. Вот это звукоподражательное слово нам помогает понять, насколько это быстро произошло. Ну, я думаю, что со всеми остальными предложениями вы поняли, да, тенденция будет та же самая. Давайте двигаться дальше. Пора поговорить нам с вами про морфологический разбор части речи в принципе, да. То есть все остальное, что мы будем говорить, мы будем говорить именно исходя из этих трех пунктов. Если у вас возникнет необходимость производить морфологический разбор речи, первое, что вы должны сделать, это определить, какое значение оно собой представляет. Что это предмет или это признак предмета, может быть, это признак действия или действия, состояние. Со служебными частями речи вы должны показать, какую функцию они выполняют. Если перед вами будет предлог, то тогда вы должны показать, что они связывают слова между собой, словосочетание. Если это союз, то чаще всего здесь рисуют схему, схему, которая показывает, что конкретно они связывают, либо предложение между собой, либо однородные, скажите, однородные члены предложения. Если это частица, то тогда вы должны будете сказать, что тогда обозначает эта частица, либо образует какое-то наклонение, либо степень сравнения, либо это частица модальная, дополнительное значение. После этого под вторым пунктом вы указываете все морфологические признаки, которые есть у данного слова. И третий пункт – это, собственно говоря, какую роль выполняет это слово в предложении. Но я вам хочу показать пример на глаголе, потому что у глагола вот этих признаков очень много, особенно морфологических признаков. Мне не совсем удалось показать правильно третий пункт. Но давайте сначала рассмотрим. Значит, обязательно должно быть предложение. То есть разбора морфологического без контекста не может быть, потому что вы уже убедились, у нас одно и то же слово в разном контексте может выполнять разные функции, и, соответственно, являться разной частью речи, как служебной, самостоятельной или даже вообще выпадать из этого списка. Итак, вы пишете сначала, что вы предполагаете, что слово «послал» – это глагол. После первого задаете вопрос, то есть какой вопрос к этому слову может звучать. И таким образом вы показываете, какое значение он выражает. В данном случае это значение действия «что сделал». Если у вас самостоятельная часть речи, то чаще всего в первом пункте с новой строчки вы ставите начальную форму, то есть какое это слово было в исходном значении, в начальной форме, в начальном виде. У глаголов это еще и не определенная форма. То есть «послал» – это, получается, форма какого-то слова, а вот его заготовка – это «послать». Дальше. Все морфологические признаки вы располагаете в две группы. Сначала постоянные признаки, то есть те признаки, которые у этого слова будут в любой форме, в любом значении. А потом непостоянные признаки. В данном случае я их выписала на отдельную строчку. Это совершенно не обязательно. Можно продолжать. Но вот эту группировку вы все равно должны понимать. Непостоянные признаки – это те признаки, которые есть непосредственно только у этого слова. Здесь и сейчас. Итак, значит, смотрим. В данном случае у глагола «послал» постоянные признаки – это вид совершенный. Он переходный. Мы об этом будем говорить. Сейчас пока нет необходимости, но мы разберем переходность. Он невозвратный. Первое воспряжение. Это всегда тоже постоянно. В данном случае он стоит в изъявительном наклонении. У него можно определить прошедшее время. Но и в прошедшем времени, смотрите, только у глагола «проседшего времени» мы в зависимости от числа можем определить род. В данном случае «бог», «что сделал», «послал» – это точно мужской род. Мы здесь останавливаемся. Ну и третье. Посмотрите, функция синтаксическая. В этом предложении глагол «послал» будет сказуемым. Я написала в скобочках. По факту, конечно, вы должны будете подчеркнуть двумя линиями. Вот, собственно говоря, и все. Предмет нашего с вами сегодняшнего разговора состоялся. Мы с вами на пороге изучения самостоятельных частей речи в начале пути науки морфологии. Если у вас сегодня есть ко мне вопросы, то задавайте, пожалуйста, и я готова на них отвечать. Спасибо большое. Я даже не знаю, честно говоря, радоваться тому, что нет вопросов или нет, или они есть. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Увидимся, изучая еще морфологию.